Ну и, собственно, вторая часть нашего касата замечательного про дружбу. В первой части, если вы помните, мы рассмотрели вопросы исторического, этологического, биологического. Ну, в общем, все предпосылки к формированию разного типа дружбы у женщин и у мужчин. Если коротко подытоживать всю вот эту информацию, которую я изложил, не растекаясь мыслей по древу, то суть будет довольно проста. Исторически у мужчин есть предпосылки к созданию очень прочных, очень мощных союзов, которых в нашем обществе называют дружбой, основанных на взаимовыручке, взаимопомощи, взаимопонимании и тому подобном. У женщин таких предпосылок чисто исторически нету. Собственно, более детально вы можете узнать об этом в первой части. И очень важный момент, это, собственно, вся вот эта теория, которую я изложил, она очень хорошо отвечает на тот вопрос, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. То есть, да, может быть некая временная какая-то связь, какой-то информационный обмен, который мы можем назвать, допустим, дружбой. Но это, как правило, достаточно такой обмен на уровне дефективности, то есть на уровне созависимости. Ну, то есть два человека, а точнее, как правило, один человек использует другого, как правило, женщина. Ну, очень часто в таких дружбах, как вы знаете, парень используется для того, чтобы, ну, либо на него слили какую-то энтропию, то есть, ну, пожаловались, да, для решения каких-то проблем, там, вкручивания лампочек, ремонта компьютеров и так далее. Ну, либо часто я еще видел такие, скажем так, компании, когда есть какие-то пацаны, и, допустим, в их компании иногда появляется девочка, допустим, с целью просто разбавить тусовку. Но, разумеется, в случае возникновения каких-то действительно серьезных ситуаций, которые требуют от действительно крепкого плеча друга, разумеется, не такие девочки не могут в первую очередь помочь таким мальчикам, и, соответственно, такие мальчики помочь, разумеется, таким девочкам. Ну, соответственно, там бывают случаи, что некоторые ушлые мальчики занимаются любовью с такими девочками, и это, в общем-то, на самом-то деле, я считаю, это прекрасно, это просто замечательно. Вот, но мы эти вопросы сейчас на них устанавливаться не будем. Мы коснемся вопросов других. Так получилось, что вот этот вопрос дружбы, если мы на самом деле копнем, я как раз думаю, что наряду со всеми теми психологическими проблемами, которые мы, так или иначе, которые я рассматривал в своей книге, которых касается Денис Бурхаев, которых, ну, которые, в общем, так или иначе являются в подпоре к тем проблемам с женщинами, которые мы все с вами имели или, там, имеем, я считаю, что есть одна проблема, которая абсолютно не оценена и, скажем так, не рассмотрена в нашем обществе, я считаю, совершенно зря. Так вот, потому что, добавлю немножко, да, я считаю, совершенно зря, потому что как раз есть еще мощные, скажем так, исторические, архетипические предпосылки к тому, чтобы эта проблема была решена. Но, к сожалению, ввиду вот тех ситуаций, о которых я тоже буду дальше говорить, эта проблема абсолютно не рассматривается никаким образом. Так вот, я просто вспоминаю себя в юности, как раз, ну, я много пишу об этом в своих книгах, вот этот вопрос дружбы, он, так или иначе, раньше очень серьезно рассматривался в кино и, на самом деле, продолжает рассматриваться и сейчас. То есть, все вот эти фильмы, там, о полицейских напарниках, о каких-то солдатах, там, которые друг друга вытаскивают и так далее, и тому подобное, вот, разумеется, все это создало определенный, скажем так, разумеется, все это создало определенный, ну, определенные предпосылки в детском возрасте, определенные создало иллюзии, но я думаю, что здесь дело не только в иллюзиях, а я думаю, что здесь есть определенный, ну, скажем так, потребностный запрос, то есть, я думаю, что как раз так архетипически сложилось, ну, я описал, да, в первом касте, почему, что мужчина все равно природно, то есть, на уровне инстинктов, в некотором роде, ему, ему все равно потребен, потребна вот эта дружба, потребна вот эта вот, ну, скажем так, командность какая-то, ну, это мое предположение, да, но я сталкивался с этим у многих ребят и сам, но командность, я имею в виду, не то, чтобы кому-то подчиняться, да, именно к тому, чтобы вместе, может быть, решать какие-то вопросы. И как раз огромный бич, я считаю, нашего общества в том, что этот вопрос как раз у нас не решается. Возможно, это связано с тем, что, возможно, это связано с тем, что нет уже предпосылок, то есть, аттрактировались те механизмы самозащиты, которые были в историческом обществе, то есть, потребность в охоте, в каких-то вот таких вот вопросах, вопросах защиты территории и так далее. Вот, возможно, какие-то еще другие механизмы, но это абсолютно точно можно сказать, что вот постепенно общество превращается в режим волчьей стаи. И, разумеется, в этом есть очень большие минусы не в контексте того, что я это чувствую, а я думаю, что это отражается на проблеме всех молодых людей, только или иначе. Я сейчас опять взялся, то есть, привил вдохновение, готовлю ту книгу, на которой я писал. И это, на самом деле, приятная новость. Закончил первую часть полностью, а я сейчас взялся за вторую. И как раз первая часть полностью посвящена тому фону, который предшествует, ну, который является причиной тех проблем у парней, да, с которыми они берут вот таких книг, как я, пишу. И одна из таких больших проблем, ну, в идеале бы это процитировать, под рукой сейчас, к сожалению, материала нету, поэтому я обешу еще раз своими словами. Достаточно большая проблема связана с тем, что кроме нереализованности вот по женской части, по женской линии, где-то в возрасте 18-19 лет парни сталкиваются с еще одним очень мощным кризисом, который не описал Денис Бурхаев. И как раз большей частью те вопросы, которые поступают мне почему-то, то есть я являюсь определенным магнитом вот в этом вопросе, возможно, потому что как раз в лице Дениса Бурхаева люди видят какого-то слишком отстраненного человека. А может быть, ну, это мое такое позитивное предположение. А вот как раз я, возможно, вею какую-то такую энергию позитивную. Ну, так вот, и как раз большей части люди задают как раз вопросы вот по этой теме. Так вот, к 18-19 годам парни сталкиваются с очень мощной проблемой. Это, ну, я не знаю, каким умным словом ее назвать, давайте я просто ее опишу. Вы предложите мне какой-нибудь умный термин. В общем, проблема эта связана с тем, что тот кластер социальный, в который вписывался молодой человек до этого, если он вообще куда-то вписывался, ну, в моем-то возрасте это было проблемно. Сейчас я думаю, что это еще проблемнее, потому что с появлением интернета и компьютеров стала вообще очень мощная такая, ну, проявляться сепаративность относительно социальных кругов. Ну, то есть, круг, короче говоря, не сидят на своем компании в социальных сетях. Ну, то есть, наше следующее поколение, да? Так вот, и те социальные кластеры, в которых я находился, вот эти мини-группы, ну, то есть, проще говоря, двор, компании, школы, а к 18-19 годам они полностью, практически у всех подростков распадаются. То есть, ну, очень редко бывает, что 10 друзей из одного двора идут в один институт. Соответственно, 10 школьников идут в один институт. У всех пути-дорожки расходятся. Кто-то там кончает жизнь самоубийством, кто-то кого-то забирают в армию, кто-то ему там повезло с родаками, он уезжает за границу. Ну, то есть, в общем, причины разные, пути-дорожки разные, но социальные, вот эти микросоциальные кластеры полностью распадаются. И, соответственно, человек остается в неком социальном вакууме. Я, например, вот наш частый гость Александр Генералов, просто мы с ним, так как казалось, случайно, ну, то есть, мы не договаривались, да, этого мы друг друга не знали, что работали в одной конторе, и эта контора как раз славится тем, что там очень маленький процент молодых, все такое гаисторическое, совковское, и такой типичный почтовый ящик, и, ну, мало, соответственно, женщин. И, в общем, ты сидишь с такими разочаровавшимися в жизни демотивированными мужиками, и это еще сильнее давит. И, соответственно, вот, ну, у каждого, соответственно, подростка, который сейчас слушает вот этот показ, у него разные ситуации, но так или иначе, к 18-19 годам, кроме проблем с женщинами, он сталкивается с очень большой такой, скажем так, ситуацией, нереализованностью именно по профилю вот этой дружбы, по профилю командности, да, то есть, ну, короче говоря, нет у него, проще говоря, друга. И судя по тому, что какие мощные последствия оставляет вот этот косяк, видимо, видимо, действительно, на уровне психики, это очень мощная потребность нашего организма, коли она не реализуется и вызывает такой мощный когнитивно-перцептивный диссонанс, выразимся умным словом. Ну, то есть, проще говоря, пукан рвет. И я сам сталкивался с этой ситуацией, и это поршка занута, просто мимо, не пугайтесь. Ну, так вот, я сам как бы сталкивался с этой ситуацией, и могу сказать, что на самом-то деле, мне пришла в голову мысль, что на тот период, как бы, женщина была скорее, ну, то есть, не было такой, в ней прям супер-острые потребности, скорее, это была некая проекция, как возможность именно решить, разрешить вот эту проблему. То есть, возможно, даже, эта проблема, на самом деле, автрия для подростков, чем проблема именно с женщинами. И, возможно, именно как раз на женщину наши вот ребята проецируют то, что они хотели бы получить от друга, и, естественно, не получают, как правило. Получают обычно по щам. Соответственно, вот, что я видел, да, в своей жизни, и, вот, что касается друзей, ребят. Могу честно сказать, что вот те качества, которые бы мне хотелось получить, то есть, опять же, да, возможность поставить плечо в трудную минуту, выслушать, помочь, как бы, быть часто вместе. На самом деле, я именно у парней практически не видел. Те редкие моменты всплески, когда это было, конечно, вызывали бурную радость, но это быстро проходило. При этом, чаще всего, как раз, я видел вот такую ситуацию, что, парни, да-да, наши дорогие, замечательные мальчишки ведут себя в этом контексте хуже баб. Я вам скажу честно. Хуже, вот в десятки раз хуже. Наши дорогие, замечательные молодые люди ведут себя на самом деле в этом вопросе хуже баб. И выражается это в чем? Например, чаще всего, вот, те мужские проявления, которые я видел, выглядят следующим образом. Это называется вспоминать о тебе только когда мне что-то нужно. Но вспомнить наверняка у вас, у каждого были такие ситуации. То есть, чаще всего, наши, так называемые, друзья, я, например, таких друзей могу в кавычках очень много вспомнить, пересчитать и указать. Они, собственно говоря, звонят и на тебе вспоминают только в тот момент, когда это нужно непосредственно им. Как только какие-то. То есть, особенно, если ты обладаешь какими-то ресурсами. И вот это вот милый дело. Мало того, я обнаружил также вот какую ситуацию, что ввиду того, что хотят они этого или не хотят, наши мужчины, в общем-то, оказываются форменными бабы-рабами, как только в жизни мужика появляется какая-то бабенка, и я на самом деле сам этим тоже, скажем так, был у меня такой косяк, и я тоже этим страдал. И как следствие, в итоге, я и, ну, скажем так, на фоне отношений с друзьями, естественно, отношения ухудшились, и в итоге, ну, я про это как-то даже делал, в итоге даже дама меня слила. В итоге, слишком чрезмерный перекос внимания был в ее сторону. И вот эта херня страдает больше всего у нас, подростков. Я даже не знаю, до какого возраста, но, в общем, страдает. И, казалось бы, да, хотя вот по теории, которые я указал выше, казалось бы, все должно быть наоборот. Вот, но отдельное слово сказать о девочках. Ну, на самом деле, все, что вот я сказал в теории выше относительно девочек, все это работает. Но есть одно маленькое но, про которое нельзя не указать. Я, кстати, по-моему, об этом то ли делал каст, то ли где-то писал, но в любом случае скажу еще раз, потому что этот момент очень важный. Так вот, ребята, у женщин есть такая очень интересная черта. Когда ей нравится какой-то парень, и, например, ввиду, ну, либо просто грамотной политики самого парня, либо ввиду того, что парень просто, ну, скажем так, сначала проявил интерес, потом его потерял, либо сам энтропию сливал в эту девушку, то есть ее каким-то образом использует, ну, либо, допустим, ну, просто она накосячила в чем-то, или он просто потерял, сам потерял к ней, скажем так, интерес. Так вот, неважно, как бы, да, предпосылки, в любом случае, когда такой молодой человек нравится девушке, очень часто происходит такая ситуация, что девушка готова что-то сделать, причем у нее это происходит непроизвольно, для вот этого самого парня, только бы он, ну, скажем так, оказался бы с ней. И я могу сказать сразу, что как только вы видите вот такое поведение у девушки, с гарантией 100%, вот этой самой девушке можно присовывать. она однозначно вас очень и очень, в общем-то, хочет и жаждет. Это факт. и вот как раз то поведение, которое, ну, мне бы, скажем так, хотелось бы получать от каких-то вот своих там друзей или там корешей, а так получалось, что как раз я его большей части получал от женщин. то есть те же какие-то помощь, дай ему выручка, но как раз вот в те периоды, когда эти девушки, ну, скажем так, когда я им нравился. Ну, были, разумеется, случаи, когда я такое поведение, разумеется, получал и от мужчин. Но это, как правило, были не друзья, но, знаете, иногда в рамках какого-то поведения, вот, ну, у меня так получалось, что как раз среди армейских товарищей, кадровых офицеров, вот среди них такое поведение очень распространено. Ну, видимо, чувство долга какое-то есть. Так вот, часто бывало, что такие вот взаимовыручку и помощь, то есть в рамках вот этой парадигмы как раз часто вели себя военные на уровне того, что ты просто человеку, ну, делаешь несколько раз скажем так, хорошо. Ну, то есть тебя человек что-то просит, ты человеку в чем-то помогаешь. И вот потом ты приходишь, просишь у человека какую-то, ну, такую реально на уровне какого-то протеже, какую-то просьбу у него, просишь, ну, там, не знаю, там, положи меня в военный госпиталь, грубо говоря, там, мне там, прооперироваться надо, ну, к примеру, просто, или там, поставь меня на очередь на квартиру. и человек, и человек, как правило, идет навстречу, тебе помогает. Это нельзя назвать дружбой, но, по крайней мере, вот такое вот поведение, связанное с какими-то актами, ну, хотя бы взаимопомощи, да, я, разумеется, видел. И, конечно же, теперь, ну, собственно, мои какие-то комментарии, да, определенные, что я по этому поводу вообще думаю. Ну, конечно же, это печально. Абсолютно точно это такой печальный факт, и ничего, как бы, ничего, разумеется, хорошего в этом нету, но часто, да, давайте вот о выводах теперь поговорим. Часто вот меня люди спрашивают, дескать, вот, Антон, где вот найти своих там, да, друзей, товарищей? Вот недавно пришел как раз вопрос, очень хороший комментарий, прям, прям вот очень. Я, разумеется, этот вопрос буду разбирать, конечно, про него расскажу много, и про комментарий про этот, конечно, ну, то есть, это был вопрос, не комментарий. то есть, мы разберем все детально, и там как раз вот человек задавал вот такой вот, собственно говоря, вопрос. То есть, касательно, ну, то есть, та же проблема, с которой чаще всего вот парни почему-то, что весьма удивительно, парни, в общем-то, обращаются. это проблема как раз вот та, которую мы озвучили в этом косте, то есть, проблема окружения. Вот, то есть, проблема окружения, проблема поиска своего друга, или хотя бы просто такого источника, с кем можно пообщаться, с кем можно поговорить, обсудить какие-то вопросы. И эта проблема чаще всего встает у ребят. Вот, опять же говорю, да, в том, вот, мы, во-первых, уже это рассматривали, то есть, такой вопрос уже был, ищите национальный, во-вторых, вот еще будет такой вопрос, просто сейчас насыпалось очень много вопросов, я не успеваю на все отвечать. Так вот, во-вторых, такой вопрос будет, разумеется, я там подробно отвечу сейчас, но, конечно, мне подробно в рамках наш каст про другое неинтересно, но пару слов, разумеется, я как бы скажу. Так вот, как таковой именно вот дружбы, да, то есть, то, о чем я говорил в начале вот этого каста, я считаю, каких-то шансов найти, ну, по крайней мере, живя в городе, в рамках каких-то городских условий, практически невозможно. Ну, это вот мое мнение. Соответственно, можно найти каких-то друзей по интересам. Утручает, безусловно, что 90% ребят, которые, вот, которые вращаются и которые кружатся, это хомячки, то есть, эстрогеновые хомячки, как про них говорил Амиран, там, в том или ином виде, в той степени или не в той степени. И, разумеется, вот таких людей можно только демотивироваться. Поэтому, конечно, выбирать, то есть, выбор как очень маленький, и выбирать как раз себе какую-то компанию, даже просто собеседника, безусловно, очень сложно. Но про женщин я вообще молчу. То есть, это вообще отдельная тема. И здесь можно посоветовать только две вещи. Вещь, собственно, точнее, даже три. Вещь первая, это смириться с тем, что ситуация вот такая, и быть интересным самому себе. Да, соответственно, только, ну, шизофренией, чтобы не заболеть, вот. Вещь, соответственно, ну, момент второй, это понимать, опять же, эту ситуацию, и развиваться самому. И, собственно говоря, когда вы будете развиваться, тянуться к более умным, более интересным, у вас появится круг общения. Может быть, это не будут напрямую ваши друзья, может быть, это просто будут источники информации для вас. Но не развиваясь, не делая шагов, не чем-то не занимаясь, да, не сидя в интернете, вы ничего не добьетесь. То есть, нужно делать какие-то шаги. Ну, хотя бы, даже я вот, например, да, в этом году, к сожалению, не получился, например, весь следующий год, я просто, ну, опять же, да, своя рубашка ближе к телу, расскажу пример, поставил себе в план огромное количество тренингов и курсов. Ну, это по специальности, по бизнесу, по психологии, по женщинам, понятно, что мне уже неинтересно, что-то, чему-то там учиться, ну, по крайней мере, сейчас, вот. Но, опять же, я всегда стараюсь обновлять информацию и не останавливаться, делайте так же. Ну, и, соответственно, третий момент, как решать эту проблему, это старайтесь создавать свой собственный круг общения. Ну, вот, как делаю, как бы, я, например, да, вот, например, Денис, он делает то же самое, но, действительно, как про него, вот, Амиран, вот, негатив писал, но все знают, да, эту трачку Амирана с Денисом, что он очень замкнутый человек, и, там, вообще асоциальный абсолютно, но при этом занимается какими-то лечениями социальных проблем. Это действительно так. То есть, да, просто когда мы с Денисом общались, я не хочу ни про кого, ни про плохого говорить, в том числе и там про Дениса, но в такой момент, действительно, я считаю, это вот такой минус, не то, что я его там обтираю, да, на который ему стоит обратить внимание, потому что, мы говорили с ним о том, что надо было создать оффлайн семинар какой-то, оффлайн форум, вот таких как он, там, решающих какие проблемы, делать оффлайновое выступление. Да, 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 и так, все ее новоселов и Денис, все заглопли там, никто ничего делать не хочет, все хотят сидеть в интернетах, вот, там, да, давайте, хотя бы местечковый какой-то клуб создадим, будем раз в неделю в кафе ходить, общаться, чем-то там, да, 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 надо, надо, и как бы тоже, то есть, в общем-то, все так и затухло, и, конечно, да, такой момент виден, такой момент у Дениса есть, отслеживается, и, конечно, это большой, жирный минус, вот, ну, ладно, сейчас не про Дениса речь, я, потому что, вот, старайтесь сами выходить в офлайн, общаться, да, и собирать там, какую-то группу, собирать, компании, и, чтобы вокруг вас отличаться, я, например, в этом плане, там, абсолютно открыт, вот, старший генерал, мы записывали касты, я, в принципе, если человеку есть, что сказать, и там мы можем на касты застоять, можем просто так там встретиться, и, то есть я в этом плане всегда за, ну, если, опять же, если это не, втягивание, да, ресурсов, а если это обмен интересной обоим, то есть вы так же стройте, да, будет вам, как говорится, счастье. Немножко затянул каст, потому что делал его на ходу, но, простите, как получилось, очень, очень тяжело идти по улице, разговаривать, записывать каст, думать, и пытаться делать вид, что ты говоришь по телефону, вот. Ну, надеюсь, вам понравилось, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok